Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Земиной. Вот о чем речь пойдет сегодня. Хватит всем! Сахарный завод в Каменке работает в штатном режиме. Запасов сырья в виде сиропа, как и самой продукции, у предприятия достаточно. Сейчас производится ремонт и подготовка к новой сиропной компании, которая начнется 5 апреля. Будет переработано 53 тысячи метров кубических сиропа. Региональный дорожный фонд в 2022-м значительно увеличится. Депутаты законодательного собрания единогласно поддержали соответствующий проект. Сейчас уже на федеральном уровне мы, одни из немногих регионов, получили подтверждение порядка 8 миллиардов рублей кредита, полученного на конкурсной основе. Рентгенологическое исследование за несколько мгновений. Новый компьютерный томограф, установленный в областной больнице, значительно облегчает процесс постановки многих диагнозов. Пациент укладывается и в течение 10 секунд мы выполняем сканирование. Теперь подробнее об этих и других событиях. Стоимость бензина на АЗС в регионах России стала снижаться. Это связано с падением оптовых цен на топливо, считают Федеральной антимонопольной службе. В Пензенской области заправиться тоже стало дешевле, замечают автомобилисты. Зато спрос на сахар никак не утихает. Хотя никаких реальных предпосылок к дефициту этого товара нет и не было, говорят специалисты. Ольга Сайганова в очередной раз в этом убедилась. На заводе по производству сахара в Каменке без преуменьшения бешеный спрос на его продукцию пока проходит незамеченным. Именно среди этих гор песка, очевидно, дефицита нет. Есть только ажиотаж. Мешками последовательно заполняют вагон, и он дожидается своей очереди для отправки в распределительные центры, а затем в пензенские магазины. Сколько же будет достаточно сахара пензенцам, которые продолжают скупать его килограммами в магазинах? Только в этом одном складе Каменского завода хранится порядка 6 тысяч тонн продукции. Всего же запасов даже с учетом ежедневной отгрузки в 500 тонн хватит на три месяца. При этом новый сезон выработки жизненно важного товара стартует уже 5 апреля. Сейчас на заводе хранится 41 тысяча тонн продукции. Уже несколько лет ее производят, что называется, в несколько заходов. Свеклу после ее сбора и доставки на предприятие перерабатывают в сироп. Одну его часть превращают в сахар сразу, а другую оставляют на хранение. Как раз таки из соображений продовольственной безопасности. Данная технология у нас уже работает с 2018 года. В 2018 году первый раз была запущена сиропная компания. Сейчас производится ремонт и подготовка к новой сиропной компании, которая начнется 5 апреля. Будет переработано 53 тысячи метров кубических сиропа, из которого будет получено 43 тысячи белого сахара. Объемы поставок из-за ажиотажа признаются на заводе, пока не увеличивали. Это произойдет только в случае запроса от собственных магазинов. При необходимости отгружать можно до 1000 тонн сахара в сутки. Теперь о важных изменениях в главный финансовый документ Пензенской области, которые сегодня на очередной сессии приняли депутаты регионального парламента. Так, за счет увеличения объемов безвозмездных ассигнований с федеральной казны, а также распределения ранее зарезервированных в областном бюджете средств, общий объем расходов в этом году вырастет почти на 4 миллиарда рублей. Какие направления в приоритете? Об этом в следующем материале выпуска. Гарантии поддержки как экономики, так и социальной сферы на противодействие распространению коронавирусной инфекции, ну и выполнение социальных обязательств перед разным категорием наших граждан. Бюджет Пензенской области на ближайшую трехлетку станет еще более социально ориентированным. Решением депутатов регионального парламента его расходная часть увеличена почти на 4 миллиарда рублей. Львиная доля этой суммы будет направлена на соцобеспечение населения и борьбу с COVID-19. А благодаря дополнительным целевым поступлениям из федеральной казны, а это более 900 миллионов, ожидается модернизация школьной системы образования. Также весомую поддержку получат дорожные и сельскохозяйственные отрасли. Аграрии предполагается выделение дополнительных средств из федерального бюджета, там субсидирование процентной ставки в отдельных направлениях сельского хозяйства, о продлении льготного кредитования растеневодства и животноводства. Еще один проект, который единогласно поддержали депутаты Законодательного собрания области, направлен на существенное увеличение регионального дорожного фонда. Раньше он формировался из налоговых источников, теперь добавляются инвестиционные бюджетные кредиты. Инвестиционные бюджетные кредиты миллиард 25. Это первый транш, который согласован, который мы включаем в бюджет. Сейчас уже на федеральном уровне мы одни из немногих регионов получили подтверждение порядка 8 миллиардов рублей кредита, полученного на конкурсной основе. Это тоже на дорожную деятельность пойдет. Коллеги, я прошу поддержать, потому что сейчас мы работаем в достаточно непростое время. Мы даже сегодня обсуждали вопрос планирования заседания следующего законодательного собрания. Мы предварительно вроде как обсудили, что 22 апреля, но может возникнуть необходимость внеочередным образом собираться, чтобы вносить соответствующие корректировки, исходя из сегодняшнего дня. Еще одно важное изменение, которое одобрили депутаты, касается газификации населенных пунктов. Новшество предусматривает освобождение на три года от уплаты налога на имущество организации, которые участвуют в этой программе. Как пояснил министр экономического развития и промышленности региона Алмаз Хакимов, в прошлом году в Пензенской области газовые коммуникации без участия средств населения подвели к 280 жилым объектам. До конца 2022-го планируется газифицировать на таких условиях еще более 3,5 тысяч частных домов. В Пензенской городской думе только готовятся к очередной сессии. Правда, на заседании Комиссии по безопасности на большую часть вопросов депутатов не смог ответить начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Синичкин. Недоумение народных избранников вызвало и то, как был составлен сам отчет о деятельности структуры. Юрий Конгуров с ними согласился. Первым пунктом в повестке заседания Комиссии по безопасности и городскому хозяйству был отчет о деятельности управления ЖКХ за 2021 год. От доклада депутаты предложили сразу перейти к вопросам. И их к начальнику ведомства Анатолию Синичкину оказалось немало. Например, по расселению аварийных домов на улице 9 января. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Людмила Коломыцева подчеркнула, что в одном из них в нескольких квартирах все еще проживают люди. Там распивают спиртные напитки. То есть там в любой момент может произойти пожар, а люди там еще живут. Может быть, надо на охрану дом поставить? Как вы считаете? Мне кажется, это небезопасно все-таки, там жизнь людей. Ну, уточню, не скажу я насчет этого. Вы не знаете точно, сколько там квартир? Не скажу. Если подскажет, мне коллега тут. Ну, уточню, скажу. Потому что берите тогда на охрану дом, как ударную 35, как кулибина 10. Потом были вопросы по взаимодействию с горводоканалом, по капитальному ремонту вычеркнутых из списка аварийных многоквартирных домов, по ремонту инженерных коммуникаций, которые делаются после только что завершенного асфальтирования расположенных поверхних дорог. Но в ответ народные избранники слышали только, что и то, и это нужно будет уточнить и подготовить объективную информацию уже ближе к самой сессии Думы. В итоге критике подвергся и сам отчет, как будто составленный из обрывков докладных записок. Отсутствует полная аналитика деятельности управления ЖКХ и системы ЖКХ в городе Пензе за прошедший год, 21-й. Вот кто-нибудь из депутатов на основании этого отчета понял, как сработал у нас ЖКХ? Лучше? Хуже? Какие проблемы? Какие перспективы? Я лично вот этого ничего в отчете не увидел. Анатолия Синичкина убедительно попросили доработать отчет к предстоящей сессии. МОП «Спецбюро» продолжит свою работу. Стало известно, что арбитражный суд прекратил дело производства о банкротстве этого муниципального предприятия, так как оно смогло погасить долги перед кредиторами. Теперь организацию ждет целый ряд изменений. Подробнее о них расскажем в следующем репортаже. С финансовыми проблемами разобрались. Теперь можно дальше работать. Именно так сегодня говорят в МОП «Спецбюро». Организация, оказывающая ритуальные услуги, была на грани банкротства. Ее кредиторская задолженность составляла порядка трех миллионов рублей. Однако ситуация оказалась небезвыходной. Предприятие смогло своими силами расплатиться по всем счетам без дополнительной помощи из городского бюджета. После чего арбитражный суд прекратил производство по делу о банкротстве. Идет работа по изменению организационно-правовой формы предприятия, потому что у нас законодательно до 2025 года должны все муниципальные предприятия быть реорганизованы либо в муниципальные учреждения, либо в ООО или акционерные общества. Мы эту работу до лета текущего года завершим. Сотрудники предприятия уже отмечают преобразование. В ближайшее время планируется изменить название организации. Приведут в порядок все городские кладбища, причем под руководством нового человека. Нами подготовлен уже план мероприятий по финансовому оздоровлению данной организации. Найдены точки взаимодействия как с администрацией, так и с частным партнерством. Как вы видите, на сегодняшний день уже происходит заполнение салона магазина ритуальной продукции. В дальнейшем мы ставим главной своей задачей создание организации, которая может оказывать качественные услуги в сфере ритуальных услуг для жителей нашего города. Отвечать МУП спецбюро будет не только за существующие погосты, но и только готовящиеся к использованию объекты. В частности, одним из них станет новая территория Восточного кладбища. Стало известно имя первого кандидата, который примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». В Пензе началась регистрация желающих попробовать свои силы в предвыборной борьбе. На заседании Оргкомитета партии присутствовала наша съемочная группа. Выборы депутатов законодательного собрания пройдут 11 сентября. Казалось бы, до важного политического события еще далеко, однако в «Единой России» к нему уже готовятся. О том, что требования к желающим попробовать себя в предстоящем партийном праймере с довольно высоки напомнил губернатор, он же секретарь Пензенского регионального отделения партии Олег Мельниченко. Помимо документов, каждый кандидат предварительного голосования будет разместить в своем личном кабинете видеоконтент не менее двух единиц. Мы темы определим видеоконтент позже. Ну, в общем-то, отсутствие видеоконтента в рабочем кабинете может стать основанием для снятия кандидата с праймерис. Решение использовать накопленный за последние годы волонтерский опыт в более крупных масштабах приняла Марина Чирыкова. Ее цель стать депутатом объясняется просто. Тогда можно будет помогать нуждающимся не точечно, а системно. Появляются новые запросы людей, граждан Пензенской области, по которым, к сожалению, мне не хватает возможностей. Помочь. И поэтому решение было принято, конечно, сложно в связи с тем, что это дополнительная ответственность, но при этом это дополнительные возможности и ресурсы для решения проблем жителей Пензенской области. Я с родными, конечно, посоветовалась, поддержали и сказали, давай вперед. Оперативно пройдя формальные процедуры, присутствующие проголосовали и большинством решили оказать молодой девушке доверие. Таким образом, стал известен первый кандидат на участие во внутреннем праймерис Единой России. Поздравляю вас, Марина Вячеславовна. Вы у нас номер один на праймерис законодательное собрание. В Пензенской области идет активная подготовка к посевной кампании. Приведена в порядок техника, приобретено более 19 тысяч тонн минеральных удобрений. В ближайшее время начнется подкормка озимых. По результатам проверки районных агрономических служб на сегодняшний день, их состояние оценивается как хорошее. В этом году мы планируем 1 миллион 505 тысяч гектаров иметь посевных площадей. Это чуть больше, чем в прошлом году. Где-то, наверное, на 10 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году мы планируем отсеяться. Под озимами у нас сейчас 396 тысяч гектаров. Зимуют неплохо. Сейчас вот ждем, как пройдет еще весна. Обязательно подкормим. Основной объем площадей планируется занять зерновыми и зернобобовыми, техническими культурами, а также картофелем и сахарной свеклой. На какую поддержку могут рассчитывать аграрии в рамках подготовки к посевной кампании, а также какие районы примут участие в реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий». Ответы на эти и другие актуальные вопросы узнаете из программы «Кабинет министров». Она выйдет в эфир нашего канала сегодня в 19.15. Теперь о событиях дней минувших. Пострадавшие в ЧП на производстве в результате разлива битума в среду идут на поправку. Об их самочувствии сообщил главный врач Пензенской областной больницы имени Бурденко. Пациенты проходят лечение в ожоговом отделении. Их состояние оценивается как средне-тяжелое. Один пациент у нас был потяжелее, который, как вы знаете, находился в реализации. Сейчас мы его перевели в отделение. Состояние его не угрожает жизни. Вся сложность заключается в том, что очень тяжело с кожи удалить битум. И он удаляется с помощью отторжения. И на ткани отторгается, он отторгается. Но это особенность этих ожоговых ран битум, с которыми приходится нам сталкиваться. Но в таком большом время, конечно, мы столкнулись в первый раз. В этом случае срок заживления ожогов составит около месяца. По словам главврача областной больницы, объем поражения кожи у пострадавших незначительный. Поэтому переводить пациентов в специализированное отделение медучреждений других регионов не планируется. Теперь о ситуации с распространением в регионе COVID-19. За минувшие сутки этот диагноз подтвержден у 1233 человек. Из них 111 госпитализировано. Остальным назначено амбулаторное лечение. По Барольнидук, согласно данным оперштаба, сразу 2168 пациентов. Таким образом, выздоровевших за весь период пандемии в нашей области стало уже свыше 124 тысяч. В Пензенскую областную больницу имени Бурденко поступил новый компьютерный томограф. Старый за 14 лет службы исчерпал свои ресурсы. Купленный аппарат уже установлен. Когда и как его начнут использовать в полную силу, узнала Анна Воронова. Одно нажатие кнопки и большой томограф готов к приему пациентов. Остается только отрегулировать высоту. Новый аппарат разместили в помещении, где ранее стоял его предшественник. Вот только предыдущий свой срок отработал. Ремонт, по словам специалистов, обходился намного дороже, чем стоимость самого устройства в целом. На данном оборудовании можно выполнять исследование любой анатомической области. Пациент приходит. Мы его можем не раздевать, не снимать с него никакие металлические предметы. Потому что у нас в функции томографа входит подавление артефактов от металла. Пациент укладывается. И в течение 10 секунд мы выполняем сканирование. После этого данные сразу же обрабатываются и передаются на компьютер врача. И все это занимает всего пару минут. Таких исследований можно будет сделать около 60 в смену. Причем новый томограф станет обслуживать пациентов с коронавирусной инфекцией и легочными заболеваниями. Что позволит разгрузить другой, более высокоемкий аппарат. В случае, если понадобится дообследование, поможет специальный шприц-инъектор, который позволяет провести сканирование исследуемой зоны более тщательно с использованием специального раствора. При контрастировании врач выбирает параметры, с какой ему надо ввести скоростью контраст и сколько миллилитров. И машина автоматически нам высчитывает время сканирования. Соответственно, все это можно регулировать. Нам машина позволяет. Мы можем вводить контраст дважды, если нам нужно получить две фазы. В помещении параллельно провели косметический ремонт. Пока что компьютерный томограф работает в тестовом режиме. В понедельник, 14 марта, технические специалисты должны завершить регулировку необходимых параметров, после чего можно будет принимать первых пациентов. Человек, о котором речь пойдет далее, не просто вредил здоровью пензенцев, но и угрожал их жизнью. Он изготовлял и продавал запрещенные вещества наркозависимым людям. Полный цикл производства от выращивания дурмана до его фасовки мужчина осуществлял в собственном доме. Сообщение о нехорошей квартире поступило в региональное УМВД. После получения оперативной информации полицейские отправились на указанный адрес, и вот что обнаружили. Коробка что-то? Тоже марихуана. Тоже, да? А в пачках сигареты? Тоже марихуана. Так, а это что такое? Это остатки. Остатки от растений? Да. Кроме того, дурманищие запасы были найдены в гараже хозяина дома. Там он выращивал наркосодержащие растения для дальнейшего изготовления запрещенных веществ. Согласно заключению эксперта, данные вещества являются наркотическим средством марихуана массой 118 грамм, а также частями растений рода конопля массой 127 грамм. Мужчина подтвердил это, дав признательные показания. В ожидании суда он будет находиться под подпиской о невыезде. В органном зале областной филармонии выступил с концертом камерный оркестр Пензенского музыкального колледжа имени Архангельского. Студенты совместно с преподавателями исполнили несколько произведений классических композиторов, таких как Моцарт, Бах, Грик, Прокофьев и другие. Дирижировал руководитель коллектива Владислав Казаков. Кроме чисто инструментальных, зрители услышали и вокальные номера. Своими голосами их порадовали студенты второго курса музыкального колледжа Анастасия Отягшева и Егор Кошельков, исполнившие отрывки из оперксеркс Генделя и Дон Жуан Моцарта. В санатории имени Володарского прошел ароматный, в прямом смысле этого слова, мастер-класс. Пензенский парфюмер учила эвакуированных с Донбасса школьников создавать запахи. Что из этого получилось, расскажем далее. Эти ароматы очень яркие, очень насыщенные и некоторые масла, они очень тяжелые по запаху. Вы можете каким-то маслом одним сейчас перебить свое обоняние. Обучение искусству смешивания запахов с нуля. Это непростая задача, но у ребят из Донецкой и Луганской народных республик есть шанс попробовать себя в качестве парфюмера. Поначалу от количества ярких ароматов голова может пойти кругом, но под руководством опытного наставника все становится проще. Смешивать это интересно, даже больше, наверное, чем сложно. Этот процесс такой увлекательный, он достаточно много времени занимает. Руководствуясь нашим поэтапным процессом, у нас процесс быстрее происходит. На таких групповых мастер-классах. А вообще это такая индивидуальная долгая работа. На мастер-классе каждый мог сделать аромасаше. Это мешочек, который впитывает в себя масла, отдушки, наполнители. Сколько и какие именно из более чем 20 запахов использовать, решают сами ребята. Поэтому результат у каждого получается свой. Не ожидали, что такой мастер-класс будет. Мы думали, просто духи понюхаем и уйдем. А в итоге масса впечатлений. Очень классный запах у меня получился с трех. Мама будет рада. Я довольна. Вы же нюхаете все запахи, допустим, которые вам понравились. Даже если понравился только один, можно с одного сделать. Или понравилось даже их пять. И сочетание вы же вместе собираете. И то, что получится. Мне тоже очень понравилось то, что у меня получилось. Пока запахи очень яркие. Но со временем это пройдет. Такие мешочки можно использовать для ароматизации помещений или салона автомобиля. Среди прибывших к нам с Донбасса школьников есть и спортсмены. Семь гимнасток из Донецка, а также их наставники размещены на базе дворца спорта Буртасы. Они уже приступили к тренировкам и планируют принять участие в соревнованиях. О том, как готовятся к турниру, они рассказали нашей съемочной группе. Они вернулись к любимому виду спорта. Для семи девочек из Донецка возможность полноценно тренироваться – настоящая радость. Опыт у них разный. Есть и чемпионки республики, и совсем юные гимнастки. Но сейчас все восстанавливают форму. Ведь перед приездом в Пензу у них была длинная пауза. Рассказывают, что из-за сигналов тревоги родители забирали их с занятий. А потом встречи с наставником и вовсе прекратились. Сейчас дня где-то приходили. Где-то до пяти, до шести были на тренировке. А потом тренировки резко закончились. Приняли решение уехать. Первый раз было волнительно. Сейчас уже как бы чуть-чуть осваиваемся. Пытаемся войти в форму быстро, потому что долго не было тренировок. Пытаемся хорошо восстановиться, чтобы выступить на соревнованиях хорошо. В Пензу девочки приехали без родителей. Сейчас они вместе с тренерами живут на базе дворца спорта «Буртасы», где, собственно, и занимаются. В ближайшие недели курировать спортсменок здесь будут не только их наставники, но и пензенские специалисты. Они признаются, что переживали за психологическое состояние детей. Вы знаете, я думала, что хуже. Как-то мы были настроены на худшее, но девочки вообще очень воспитанные. Во-первых, это спортсмены. Они очень дисциплинированные. Я думаю, что вот это им, наверное, помогло. Может, отвлекло чуть-чуть от всего этого. Поэтому девчонки молодцы. Воспитанные, здороваются, спрашивают что-то. То есть общительные девочки. Оценили гости нашего региона и площадку для тренировок. Девочки говорят, что рассчитывают по полной использовать эту возможность. Ну а их тренеры просто рады, что теперь могут спокойно работать. Большое спасибо всем. Это благодарность. Зал вообще просто-напросто. Потому что у нас даже нет таких снарядов, где происходила сейчас акробатика. У нас нет таких батутных. У нас нет такого количества бревен, грузи. Вообще просто оборудовано все. Проживание просто тоже. Тепло, уютно. В нашем городе девочки из Донецка будут не только тренироваться. Они планируют принять участие в первенстве Пензенской школы спортивной гимнастики, которая пройдет в начале апреля. Младшеклассники из Донецкой и Луганской областей, которые временно обучаются в 19-й Пензенской школе, стали участниками профилактической акции «Переходи дорогу правильно». Ее для мальчишек и девчонок провели сотрудники госавтоинспекции совместно с педагогами центра «Спутник». Жизненно важные правила ребята изучали в условиях, максимально приближенных к реальным, но при этом в полной безопасности. Для таких занятий преподаватели используют макет перекрестка со светофорами, зеброй и дорожными знаками. В ходе мероприятия педагоги и полицейские напомнили ребятам о необходимости перехода проезжей части только по пешеходному переходу и о дорожных ловушках, которые могут встретиться по пути следования в школу. У меня к этому часу все. Через минуту вас ждут новости спорта. С Петром Голубевым не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Интересная, полезная, актуальная и бодрящая, как кофе, информация на сайте Пензапресс. Например, советую прочесть материал о гипогензии или дефиците физической активности. Если не делаете утреннюю зарядку, то начните хотя бы с пяти минут. В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО. Корреспондент Пензапресс подготовил для жителей региона подробный разбор каждого коэффициента. Калькулятор ОСАГО на сайте. Собачья жизнь, как в Пензе, организована инфраструктура для прогулок с животными. Информационное агентство Пензапресс выяснило, достаточно ли комфортно живется четвероногим горожанам. Утро с экспрессом заряжает, а день с Пензапресс просвещает. Здравствуйте в студии Петр Голубев и в ближайшие несколько минут о главных спортивных событиях. Университет Визит с поражения начал восьмой тур волейбольной высшей лиги Б. На домашнем паркете наша команда уступила клубу Брянск. Гости действовали увереннее в дебюте встречи. В первой парте они одержали победу со счетом 25-15. Во второй пензенские девушки ближе подобрались к соперницам, но те все равно были сильнее 25-20. А вот в третьем сете уже подопечные Александра Ганина оказались точнее в завершении своих атак 25-23. Увы, развить этот успех им не удалось. Брянск одержал итоговую победу со счетом 3-1. Следующим соперником университета Визит станет Воронеж. А молодежный состав «Лагуны Уор» в эти дни борется за медали первенства России. Матчи проходят в Москве. Начало турнира для наших девушек получилось весьма успешным. В стартовой игре финального этапа «Желто-синие» разгромили калининградскую Балтику со счетом 9-2. Следующим оппонентом пензенской команды стал «Метеор» из Балашихи. И вновь сильнее оказалась «Лагуна» 5-2. В рамках группового этапа у представительниц Пензенской области осталась еще одна встреча. Они сразятся с брянским «Спартаком». Это все события к данному часу. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok В восточных районах Пензенской области преимущественно ясно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-19 градусов ниже нуля. Днем минус 7-6 градусов. В Пензе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 18, днем 7 градусов ниже нуля. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.